Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами пообщаемся о том, что делать, если прорвало трубу в вашей квартире. Как вам действовать? Что же нужно делать? Представьте, вы возвращаетесь домой, а там потоп. Из трубы в ванной фонтаном бьет вода, а этажом ниже хлопает дверь и слышится возмущенный топ от соседей на лестнице. Разбираемся, что делать в такой ситуации. Перекрыть воду. Водоснабжение. Перекройте воду с помощью вентилей, которые расположены на трубах в ванной. Уточните заранее, где они находятся и как их перекрыть. Отопление. Сразу вызывайте аварийную службу, если трубу прорвало в отопительный сезон. Если воды на полу пока мало, попробуйте подставить под место протечки ведро или таз. Будьте осторожны, вода в системе отопления очень горячая. Попадет на кожу, будет ожог. Трубу отопления прорвало во время профилактики летом. Подставьте ведро или таз под место, из которого льется вода. Обмотайте место порыва тряпкой. Это замедлит поток. Обычно в месте, где батарея подключена к общей домовой системе, есть запорные вентили. Течет батарея или труба после вентиля, попробуйте перекрыть воду, повернув вентиль. Канализация. Полностью перекрыть канализационную трубу не получится. Обмотайте место протечки тряпкой и вызовите аварийную службу. Вызвать аварийную службу. Позвоните в аварийную службу. Ее номер обычно записан на стенде или наклейке в подъезде на первом этаже. Запишите номер заявки и данные оператора, который ее принял. Дождитесь мастеров. Впустите их в квартиру. Пока ждете, уберите электроприборы из затопленной зоны. Соберите воду с пола. Сфотографируйте место протечки и ущерб, нанесенный потопом. Арендуете квартиру. Сразу после аварийной службы позвоните ее владельцу. Дальше в ситуации придется разбираться ему. Определиться, кто виноват. В разных ситуациях виноватым окажется собственник квартиры или управляющая организация, компания, ТСЖ или застройщик. Все зависит от того, какая именно труба течет. Чтобы определить, кто виноват в потопе, нужно определить место течи. Стояки, трубы до первого вентиля и сам вентиль считаются общедомовым имуществом. За него отвечает управляющая организация. Статья 5. Постановление правительства РФ от 13.08.2006. Собственник квартиры отвечает за протечку, если лопнула труба после первого вентиля. Ребята, от себя добавлю, значит, все то же самое и в Украине. Бывает, что за порыв общей трубы отвечает собственник квартиры. Ему придется самому возмещать ущерб, если он без разрешения управляющей организации заменил или отремонтировал свою часть стояка. Поэтому ремонт труб и установку сантехники нужно согласовывать с коммунальщиками. Арендаторы квартиры за протечки не отвечают. Исключение, если они испортили трубы, батареи или сантехнику. Составить акт и задокументировать ущерб. Чтобы зафиксировать ущерб, нужно составить акт о заливе квартиры. Этим занимаются сотрудники управляющей организации. Вызывайте их сразу после звонка в аварийную службу. Акт нужно составить в день прорыва трубы. Если в управляющей организации, говоря, что сегодня никто не приедет, отправляйтесь к ним лично и пишите заявление с требованием выехать на место. В акте пишут, какую именно трубу прорвало, когда и почему это произошло, какой ущерб причинен из-за залива. Читайте документ внимательно, прежде чем подписывать. И не допускайте расплывчатых формулировок. Не забывайте фотографировать последствия прорыва трубы, записывать видео, договориться о возмещении ущерба. Внутриквартирная труба. Ущерб возмещает собственник жилья. Он оплачивает ремонт себе и соседям. Общая труба. За ущерб отвечает управляющая компания. Чтобы заставить ее заплатить, нужно пройти несколько этапов. Провести экспертизу. Хорошо, если получится пригласить эксперта прямо в день потопа. Он осмотрит квартиру и выдаст заключение, в котором запишет, где и почему появилась течь, на какую сумму причинен ущерб. Если из-за порыва трубы пострадала квартира снизу, ее владельцам тоже придется заказать экспертизу. Составить претензию и отправить в управляющую организацию. В этом документе описывать ситуацию требуют возместить ущерб. Претензию подписывают владельцы квартир, пострадавших от залива, и отправляют заказным письмом с описью вложений и уведомлением о получении. Обратиться в суд. До этого дойдет, если управляющая организация отказалась возместить ущерб или проигнорировала претензию. Для суда понадобятся все документы, которые собрали по заливу. Акт, заключение экспертов, фотографии и видеозаписи. Если суд встанет на сторону истца, управляющей организации придется оплатить не только материальный ущерб, но и затраты на экспертизы, судебные расходы, компенсировать моральный ущерб. К этой сумме добавят 50% штрафа за то, что организация не компенсировала ущерб добровольно. Статья 13 Закона РФ, номер 2300-1 о защите прав потребителей. Как подготовиться к аварийной ситуации? Чтобы быстро среагировать в случае аварии, к ней нужно быть готовым. Вот что нужно сделать, как только купили квартиру. Заключить договор с управляющей компанией. В случае разбирательства ее представители не смогут сказать, что ничего вам не должны. Сохранить в мобильном телефоне номера ЖЭК, аварийная служба, управляющая организация. В экстренной ситуации не придется искать в интернете или бегать на первый этаж за информацией. Узнать, где находятся вентили и как с их помощью перекрыть подачу воды. Не игнорировать профилактику и осмотр труб. Пускать сотрудника управляющей компании для проверок. Собственник квартиры должен следить за коммуникациями. Если проигнорировать проверку или профилактику управляющей организации в суде, сошлется на этот факт. Не ремонтировать трубы отопления, водоснабжения и канализации самостоятельно. Любой ремонт коммуникации нужно согласовывать с управляющей организацией. Иначе ущерб от прорыва стояка придется возмещать и себе, и соседям. Ребята, в этой статье все правильно сказано. Еще раз повторюсь. Значит, аналогично все работает на территории Украины. Не только в России, да и в других, скорее всего, странах. И в Белоруссии, наверное, так же работает все. Значит, что в первую очередь вы должны сделать, если вы купили квартиру? Будь она новая, будь она был, ну, второй, вторичный рынок. Значит, вам нужно приобрели квартиру, переоформили документы на себя. Все, сразу идите во все инстанции, везде заключаете договора. В Горводоканал, в Теплосеть, в Электросеть. В общем, везде, чтобы вы везде были с договорами. Потому что в случае какой-то ситуации, вы сможете хоть что-то доказать, да. Если у вас договоров этих не будет, если вы будете это все откладывать на потом, и вдруг эта ситуация произойдет, к примеру, прорвет стояк, да. Общедомовая коммуникация прорвет какая-то стояк, либо канализация, либо холодная, либо горячая вода. То, соответственно, без договора вам никто не возместит ущерб. Если договор у вас будет на руках, и у вас прорвал общедомовое, ну, прорвал стояк, в общем, прорвали общедомовые трубы, да, канализация, стояк, горячая, холодная вода. И это реально является общедомовой коммуникацией, то есть до отводных вентилей. Тогда вы сможете смело напрягать ЖЭК, и они должны это все возместить. То есть сделать новые трубы, да, сделать ремонт труб, возместить ремонт соседям, которых вы залили. Ну, то есть, все уже это будет делать ЖЭК. Если договора не будет, то, соответственно, попадете лично вы. Вот. Поэтому вы должны это иметь в виду. А также вот здесь классно написано. Не ремонтируйте самостоятельно трубы отопления, водоснабжения и канализации. То есть, это все относится к общедомовым коммуникациям. Вы должны сообщить об этом ЖЭКу, допустим, что-то. Вы чувствуете, да, что у вас канализация скоро прорвет, потому что там ржавая СССРовская чугунная труба. Вот. Или железная труба, неважно какая там. Вот. И вы чувствуете, что скоро этот стояк рванет, к примеру, да, отопительно, либо канализация прорвет. Вы должны сфотографировать или снять видео. Потом позвонить в ЖЭК, сообщить. Желательно записать этот телефонный разговор к себе на телефон, да, записать, чтобы у вас были какие-то доказательства. Вот. Поехать лично в ЖЭК, съездить, оформить там заявку на замену канализации. И чтобы в этой заявке был проставлен входящий номер этого заявления. И сделать к себе копию, да. У вас должно быть максимум доказательств, что в случае, если ЖЭК начнет давать заднюю, вы должны вот это все предъявить. Вот. Поэтому относитесь к этому ко всему внимательно, да. Самостоятельно ремонт не делайте. Вот. Это должен делать ЖЭК. Это все должно зафиксировано у вас быть, что работники ЖЭКа производили ремонт. Если вдруг мастер накосячил, что-то неправильно сделал, и, допустим, полилась вода, то вы всегда сможете сослаться на ЖЭК и сказать, так и так, ребята, приходили из ЖЭКа, делали. Это все зафиксировано на бумажке. Все. Никаких претензий к вам уже не будет. Если самостоятельно полезете, то, соответственно, все шишки упадут на вас. Поэтому относитесь к этому внимательно. Подписывайтесь на канал. Если возникают вопросы, пишите мне в комментариях. У меня небольшой опыт в этой движухе, так скажем, есть. Стараемся добиваться все за счет ЖЭКа делать. Если это относится к его имуществу, ругаемся с ними, спорим. Но в итоге они все делают. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Чем смогу, тем помогу. Всем до новых встреч. Пока.